Друзья, всем привет! Давайте сегодня напишем небольшого бота для биржи Bybit, который будет торговать по стратегии RSI. Также, если у вас какая-то есть своя стратегия, которую вы хотите автоматизировать, то вы можете написать мне в Телеграме, и мы с командой вам поможем в этом. Давайте приступим. Итак, сначала мы делаем нужные импорты, будем использовать библиотеку Bybit. Давайте ее установим. Установить ее можно вот такой командой, OpenStall Bybit, и нажимаем Enter. Мне он покажет, что у меня уже все установлено. Закрываем, делаем импорт. Значит, тут наша сама библиотека, через нее мы подключаем. Создаем нашу сессию, указываем, что у нас TestNet это True, то есть демо трейдинг. Подключаем наш API Key, API Secret, который у нас содержится в конфиге. Также делаем импорты из настроек нашего символа, которым будем торговать. И таймфрейм. В Bybit нужно указывать при запросе свечей только цифру. И все указывается в минутах, то есть если мы указываем единицу, то это минутный таймфрейм. Также указали символ. И можем приступать к написанию кода. Давайте делать код асинхронным. Напишем Async.io Run. И также делаем импорт Async.io. Создадим нашу асинхронную функцию. Создадим бесконечный цикл, в котором мы будем запрашивать наши свечи, которые будем анализировать с помощью индикатора RSI. Значит, поставим также обязательно слип. Не забудем про корутину. Ставим слип в одну минуту. Теперь нам нужно поставить запрос на свечи. Делаем запрос на свечи. Значит, указываем категорию, с которой мы запрашиваем свечи. Конкретно это указывает, что это фьючерсы. На Bybit мы так должны указывать. Символ и таймфрейм. Ну и количество свечей, которые мы запрашиваем. В нашем случае это 1000. Если этот параметр не указывать, то стандартно будет запрашиваться 200 свечей. Но мы можем и 1000. Это максимум. Для данной биржи. Итак, эту сортировку мы делаем для того, так как если мы посмотрим в документацию Bybit, нужно заметить, что мы используем V5 API, а не V3, так как V3 это более устаревшая версия. И не советую ее использовать. Лучше использовать V5, так как на V3 случаются часто какие-то неполадки, и запросы не всегда проходят. Поэтому используем V5. Итак, запрос на свечи. Обращаем внимание, что у нас написано Sorting Reverse by Start Time. Это говорит о том, что у нас свечи в Bybit по данному запросу возвращаются в обратном порядке. То есть, самая актуальность свеча будет в начале листа, а не в его конце, как, например, на Binance. Это важный момент. Поэтому мы пишем данную сортировку, чтобы получать в нужном нам порядке свечи. Так, давайте проверим это. Просто выведем collines, все ли у нас на данном этапе хорошо срабатывает. Да, мы получили. Мы получили все свечи. Здесь пока у нас не только close prices, которые нам нужны, то есть цены закрытия. А здесь у нас вся информация по свечам. Вот мы можем заметить в документации ее. То есть, наш Start Time, Open Price, High Price и так далее. Итак, сейчас нам нужно получить только close prices. Для этого мы создали уже список пустой, в котором будем добавлять цены закрытия. Просто создаем цикл, который перебирает все наши свечи и обращается к четвертому элементу свечи. Давайте посмотрим. Так как у нас счет идет от нуля, четвертый имеем close price. Добавляем в список через Append. Наши цены закрытия. И давайте выведем, посмотрим. У нас есть список со всеми ценами закрытия. Давайте, может, даже сравним их. Давайте выведем три последних элемента, посмотреть на актуальную цену. 44, 387. Ну да, 44, 387. Тут цена прыгает. Но мы поняли, что мы получаем актуальную цену в конце списка. То есть, теперь у нас правильно все это работает. Уберем пока что. Теперь нам нужно наши close prices отправлять в индикатор RSI для анализа. Для этого мы можем использовать либо свою написанную функцию RSI, либо использовать, например, библиотеку TALIP. Так как я пример со своей функцией RSI показывал уже, то давайте в этом ролике будем использовать TALIP. Делаем импорт библиотеки TALIP. И указываем вот эту вот строчку. Здесь мы делаем импорт самого индикатора из TALIP RSI. Указываем наш список цен закрытия. И указываем период для нашего индикатора RSI. Давайте его в настройках укажем. Пусть он будет 14. Делаем его импорт. Так, у нас сетинг уже есть. И получаем последнее наше актуальное значение. Так как RSI-value будет список из всех наших close price. То есть по всем ценам закрытия мы получим наш RSI. И нам нужен самый актуальный, то есть последний. И давайте его выведем. Итак, важный момент. Мы не можем передавать в RSI-индикатор обычный список. Нам нужно его конвертировать из обычного списка в numpy-список. Данную строку я добавил. Она конвертирует обычный список в numpy. Также мы всем значениям даем тип float. Импорт numpy делается вот так. И просто передаем этот же список в наш индикатор. Получаем значение 56. Видим такое же значение на самом индикаторе на бирже Bybit. 56. Итак, давайте напишем небольшую стратегию. Сеттинг у нас будет, например, RSI-low 30. RSI-high 70, например. Так, и теперь если... Если RSI-value меньше, чем RSI-low, то мы делаем buy. В случае, если RSI-value больше, чем RSI-high, мы делаем sell. И сейчас добавим ордера. Итак, для более удобного выда мы сделаем здесь RSI. И также давайте его округлим немного, чтобы он не писал много знаков после запятой. Пусть пишет два знака. Итак, здесь у нас buy, тут sell. Нам нужно создать теперь ордера на их местах. Сделаем также асинхронную функцию. В ней мы будем передавать сессию нашу, символ, quantity и сайт. Итак, вот наш market order. Делаем его вывод, чтобы удостовериться, что у нас все будет хорошо срабатывать. Так, и теперь здесь мы правильно заполняем. Делаем import from orders to place market order. Итак, картина market order сессия символ у нас уже указан quantity. Нам нужно рассчитать quantity. Так, укажем пока 0 и сайт здесь у нас buy. Чтобы рассчитать quantity, нам понадобится дополнительная функция, которая будет считать количество знаков для округления. Также сделаем ее import. Итак, получили за количество знаков после запятой для количества и для цены. так как у нас market order, нам не нужно вот это, поэтому будем использовать только вот это. Итак, формула для расчета количества. так, нужно в настройках указать депозит, на который мы входим. Например, 100 долларов. депозит поделить на цену. Итак, депозит поделить на... нам нужна цена. чтобы нам не было много знаков после запятой, в принципе, для чего мы получали вот это значение, чтобы правильно округлить и указать на правильную... сделать правильное округление. Итак, мы это сделали, я бы даже сделал вот так, чтобы два раза не рассчитывать, это для buy и sell, мы это перенесем в orders. конкретно вот сюда. здесь нам нужно сделать тогда импорт с этим депозита. также передать сюда close prices. и все. теперь мы можем не указывать quantity, но нужно указать close price. все. также теперь берем, копируем это же сюда и меняем на sell. все, теперь у нас есть ордера для закрытия и открытия сделок. давайте это быстренько протестируем. вместо 30 и 70 укажем какие-нибудь значения, чтобы условие срабатывало часто. например, 50 и 60. запустим нашу программу. сейчас у нас значение 50. и ничего сработать не должно. давайте подождем пока оно сработает. итак, я забыл вставить API ключи, поэтому теперь я их вставил и переспускаем. а не перезапускаем. итак, запустили, 42. ордер размещен. все, теперь ждем. так как мы зашли в long, теперь должны ждать сигнал на sell. итак, еще важный моментик. давайте укажем, что если у нас последний сигнал был на покупку, то два раза, чтобы она не заходила. а чтобы два раза она не покупала, а чередовала покупка-продажа. и наоборот. здесь укажем нон. здесь укажем last signal. buy. добавим условие, что last signal не равно buy. и скопируем. укажем сюда. только тут укажем sell. и так же сделаем с этим. все, теперь у нас не будет спама ордеров, и у нас будут ордера чередоваться. покупка, продажа и наоборот. в принципе, это все. если кому-то интересен этот бот, разобрать там подробненько. я его оставлю в своем телеграм-канале. также оставлю файлик, который позволяет скачать ta-lib. также оставлю в телеграм-канале, потому что ta-lib не качается просто pip install ta-lib. там чуть-чуть сложнее установка, но оставлю ее в телеграм-канале, и будет легко ее скачать. в принципе, это все. помните, что можете всегда написать мне, если нужно автоматизировать какую-то торговую стратегию. для любой биржи, любая стратегия, все сделаем. поможем, договоримся и так далее. всем спасибо за просмотр, всем пока.